Как говорит один мой знакомый, после тяжелых оборонительных боев защита прав потребителей финансовых услуг перекинулась на инвестиционный рынок. Так или иначе, обе эти темы и защита прав потребителей финансовых услуг, как в плане привычных продуктов страховых и банковских, так и в плане вот того расцвета финансовых пирамид и проблем на частном рынке инвестиций, которые мы наблюдаем, всплеска этих проблем. Так, собственно, вопросы, как регулировать движение частных инвестиций, последние два года весьма актуальны. И точки зрения, конечно же, расходятся диаметрально противоположные стороны. Одни говорят, отойдите вообще, имея в виду государство, не мешайте нам работать, оставьте нас наедине с рынком. А другие говорят, что нет, это закончится. Это известно, чем, например, председатель Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков напоминает о пикетах потерявших вкладчиках, потерявших инвесторов, которые время от времени возникают вокруг здания Думы или вокруг, если можно так сказать, не вокруг, а у фасада здания Банка России на Неглинной. И надо сказать, что здесь он не грешит против истины, хотя, конечно же, чрезмерная защита зачастую напоминает шлагбаум. Вот о системе защиты прав потребительских услуг, о том, какой она должна быть в идеале, о том, что происходит по этой части на инвестиционном рынке, мы сегодня говорим с гостем студии Финверсия ТВ. И гость это необычный. Это Игорь Костиков, известнейший на российском финансовом рынке эксперт. И не только эксперт, но и, по сути, из числа демиургов. Именно он в конце 90-х возглавил Федеральную комиссию ценных бумаг, из которой впоследствии была и сделана Федеральная служба финансовых рынков, вошедшая в мегарегулятор в Банк России. Сегодня Игорь Костиков возглавляет Финпотребсоюз, одну из самых старых организаций, подвязающихся на поприще защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг. О том, что происходит по этой части, мы и разговариваем с нашим гостем. Система защиты прав потребителей именно финансовых услуг. Мы видели значительную эволюцию. Сначала появлялись организации, которые брали на себя сегменты вот этого огромного фронта. Потом была история с Роспотребнадзором, когда дальше реакция рынка из Сирии, как в фильме «Итальянцы в России», «Не надо я сам», когда Мафиози пытался сломать руку. И постоянно звучит вопрос о том, что необходим все-таки отдельный закон, что финансовые услуги ввиду своей специфики уже не входят в параметры общего закона, и вот тех общих принципов, если не ошибаюсь, ООНовских, которые установлены. На это я скажу следующее, что обычно об этом говорят люди, которые сами никогда в судах не защищали права граждан-потребителей и, собственно говоря, не очень понимают, о чем идет. Вот мы такие специальные, нам нужен общий закон. На самом деле наш закон о защите прав потребителей вполне может работать и на финансовом рынке. Допускаю, что есть особенности, которые можно внести в специальную главу в этом законе, где, так сказать, какие-то подать особенности финансового рынка. Это не возбраняется. Дело в том, что сейчас у нас стоит вопрос осовременивания вообще закона о защите прав потребителей, и как раз в рамках этого можно это сделать. А что такое осовременивание? Насколько я помню, была декларация ООН, которая для всех государств. Да, декларация, но вот меняется же фронт, меняется вид услуг, скажем, цифры практически не было, цифра появилась, значит, надо отвечать на вызовы. Подтягивание к новой сущности. Да, то есть в жизни нам выдвигают новые, так сказать, вызовы, которые нужно учитывать. Но, в принципе, наш закон является одним из самых прогрессивных вообще. То есть он был написан очень давно, но он сделан хорошо, и поэтому здесь никакой проблемы не возникает, что нужен специальный закон. Да, может быть нужна глава, но даже в том случае, если просто распространить этот закон на финансовые услуги, то этого будет, имейте в виду на рынке ценных бумаг, этого будет достаточно. Ведь проблема заключается не в том, что на сегодняшний день они как бы исключены в законе, они исключены двумя решениями Верховного Суда в обзорах практики, причем основывается на том, что поскольку инвестор это предприниматель, то, соответственно, он не может попадать в закон. Но в то же время мы прекрасно понимаем, особенно последний год, что в связи с падением ставок на депозиты, то население начало переходить в другие инструменты, и где одним из важных стало это фондовый рынок. Естественно, то есть мы говорим о сбережениях, мы не говорим не о предпринимательском доходе, а о сбережениях. И когда особенно мы говорим о неквалифицированных инвесторах, то тут совершенно очевидно, что это обычный потребитель. Зачастую, который переходит, скажем, со своего депозитного счета в банке на брокерский счет, даже не понимая, что он решается сразу двух форм защиты. АСВ по защите вкладов и закон о защите прав потребителей. Ему никто этого не объясняет. То есть он продолжает быть в полной уверенности, что он в банке работает на фондовом рынке, но это все подпадает под действием. Но вот перед тем, как перейти к инвесторской теме, которая для нас, конечно, ключевая, все-таки возвращаясь на шаг назад и в общий принцип. Ведь именно на рынке финуслуг, по сути, нарушались как минимум два вот таких оселковых постулата вообще мировой системы защиты прав потребителей. Это прав на информацию и запрет на пакетирование. Да, и более того, там целый ряд с этим связанных услуг, это по поводу мисс-селлинга и установлению. То есть на самом деле, когда мы говорим, по большому счету, можно сказать, что Верховный суд не прав в своем решении. Поскольку даже если мы уберем вот это предприниматель, не предприниматель, каждый человек, который вкладывает деньги на рынок, он использует услугами депозитария, брокера как провайдера услуг, не как, так сказать, поставщика актива, как провайдера услуг, управляющий командной компанией как провайдера услуг, биржа как провайдера услуг. И все вот это попадает под услуги, которые, в принципе, в законе все предусмотрены. То есть даже не говоря об активе, так сказать, мы не говорим об активе, вот это все, собственно, должно действовать и они должны попадать под закон. Более того, когда мы говорим о маржинальной торговле, почему-то, если вы берете кредит на торговлю в банке, это попадает под закон о защите прав потребителей, а если вы берете плечо маржинальное, то у вас это под закон о защите прав не попадает. То есть создаются для разных инструментов неравные условия. То есть даже для поставщика услуг это в общем проблема. А скажите, вот вы по сути единственный человек на финансовом рынке, который сочетает две компетенции фондового рынка и защиты прав потребителей. Вот если не то что коротко, но одним словом обозначить состояние защиты прав именно инвесторов России. Очень тяжелое. Подписал большое письмо в Центральный банк, где мы сделали обзор состояния защиты прав инвесторов наших розничных с точки зрения анализа практики. И мы с коллегами, не только мы это делали, но и коллеги проанализировали достаточно большое количество договоров, сделали контрольные закупки, все это промерили и выясняется, что фактически защиты на сегодняшний день просто не существует. То есть у нас слабая сторона потребителей этих услуг, он настолько слабая, что у него возможности отстоять свои права в отношении с брокером, в отношении с управляющей практически отсутствуют. А вот знаменитый конфликт клиентов с московской биржей, это на ваш взгляд из этой серии или все-таки там действительно есть непонимание? Там сложнее. Нас тоже попросили при необходимости дать экспертное заключение, мы готовы, так сказать, вступить к своим экспертным заключениям по этому делу. Но там гораздо сложнее, потому что там все-таки идет речь о более крупных инвесторах, мы не говорим, что это типичная розница, не квалы, то есть это все-таки существенные инвесторы. Да, там есть проблема, проблема она была системная на бирже, и я думаю, что самый правильный путь был бы переговорным путем регулировать этот... Скажите, я вот не очень разбираюсь в этой теме, но слышал часто от тех, кто работает на бирже, что очень много претензий к регламентам московской биржи. Это действительно так? Мы, как организация розничных инвесторов, в общем регламентов биржи меньше касаемся. То есть это уже касается более крупных инвесторов, которые, ну я могу сказать, что претензии к регламентам биржи у нас были всегда. То есть они развивались, они улучшались, они в чем-то улучшались. То есть это нормальный процесс, да? Ну это процесс, да, и просто, наверное, нужно вот этот механизм обсуждения и урегулирование, так сказать, позиций, он должен работать. Это то же самое, что, собственно, я говорю по этому иску, который есть, что там, скорее всего, это можно, так сказать, при наличии доброй воли двух сторон урегулировать эту ситуацию, потому что, ну, там очевидно есть. Да, мировое соглашение, там очевидно для этого основы есть. И, собственно говоря, я думаю, что, может быть, сменившееся руководство биржи по-другому глянет на ситуацию и пойдет на то, чтобы обсудить это и каким-то образом урегулировать. А вот это почти двухлетняя история с категоризацией инвесторов. Появилась идея, выяснилось, что это почти идея фикс для ЦБ. Появилась первая редакция закона, очень громоздкая, контакт с рынком, и, в общем, нормальный контакт, и Банк России услышал и внес изменения. И в то же время все это воспринималось очень нервно. Я помню, вот мы собирали эфиры, где руководители инвесторных компаний, например, Кочетков, Финам, просто говорят, что закон этот надо выбросить в ведро, и, естественно, вызывал тоже обратную реакцию и у ЦБшников, и, скажем, у Аксакова Госдумы, что, ну, если вы не готовы на диалог вообще, то нехорошо. И в то же время люди жаловались, что вот вы лезете на наш карман, это мои деньги, имею право, как хочу и так далее. Мне кажется, вот в данном случае, я хоть и либерал до мозга костей, но мне кажется, что сама идея категоризации, она достаточно нормальная. Мы когда обсуждали, нас еще приглашал Центральный банк, в последнее время Центральный банк нас как-то перестал приглашать на обсуждение, мы как раз говорили, что мы в принципе за категоризацию, то есть мы видим в этом основание, то, ну, как всегда, вопрос в деталях. То есть, когда мы говорим о том, что же такое категоризация. Сейчас мы пришли на сегодняшний день к ситуации, когда будет там 10-14 вопросов, которые должен будет у брокера ответить розничный инвестор, понятно, как это будет отвечаться. То есть, это просто все выразится в какой-то формальный момент, нужный такой формальный момент. То есть, вы думаете, что риск велик, да? Я думаю, что да, что говорили. Саксек, он на эту же тему среди прочих. И он говорит, ну, напоминаю, что в этом случае ЦБ через какое-то время переведет тестирование на биржу, если поймешь. Вот вы понимаете, у нас, к сожалению, это сейчас такой тренд, не только связанный с ЦБ, а вообще. У нас все, что можно, мы отдаем государству. Мы уже даже весь рынок отдаем государству, тогда уже непонятно, кто участники рынка, если государство со всех сторон государства. Оно между собой, как-то отдельные части государства между собой. То есть, на самом деле, все-таки фондовый рынок – это та субстанция, которая требует либеральных правил и либерального подхода. Да, нужно обеспечивать защиту розничных инвесторов, так как наиболее слабые страны. Но когда мы заранее говорим о том, что либо вы будете работать по правилам, которые мы установили, которые не очевидны, для меня они не очевидны, что они будут работать, или мы все отдадим государству. Но мы прекрасно понимаем, что биржа – это у нас продолжение государства, то есть, значит, будет государство этим заниматься. Правильно ли это? Я в этом не уверен. Вот у меня есть сомнения. Потому что, на самом деле, есть гораздо более простой и более эффективный способ. Это те же самые базовые квалификации, которые есть у Центробанка. Она вполне достаточна, чтобы, так сказать, обеспечить определенный уровень знаний. И в то же время она не очень сложная для того, чтобы дать квалифицированным инвесторам, если они уже хотят, так сказать, воспользоваться квалификацией. На другой стороне баррикада, СИ, вот если отложить, абсолютно подход другой, что вообще ничего не надо, это мои деньги, и как хочу, так и дальше. Ведь квалификация инвесторов, она говорит, что они должны это сделать, но если они настаивают, они все равно могут воспользоваться теми услугами, которые им предоставляются. То есть, есть такая возможность тоже. Но там сумма смешная. Но тут вопрос опять. Детали надо смотреть по суммам. Потому что мы не можем до сих пор достоверной статистики получить, а сколько же все-таки инвесторов у нас пришло на рынок. Кто-то говорит 13 миллионов, вот Алексей говорил, Тимофеев, что 6 миллионов, так сказать, говорят, что у нас огромный бум, а теперь выясняется, что у нас бум, он не огромный, вообще не бум, потому что мы с трудом еще не достигли даже 2007 года. То есть, в общем, как-то так это все. Хотелось бы в первую очередь вернуться к информации, к раскрытию информации, к доступности информации, потому что у нас проблем с этим много. И проблем для тех же инвесторов очень много, потому что поправки, которые были внесены в закон об акционерных обществах, привели к тому, что доступа до информации был, по-моему, уже достаточно давно, где-то году в 12-м, по-моему. Рядовой инвестор не имеет доступа, в общем-то, к значительной части информации, которая раньше была ему доступна, и оценить он не может. И если мы говорим, что это квалифицированный инвестор, то и он не может получить. То есть, это все-таки требуются достаточно большие пакеты акций. При этом мы прекрасно понимаем, что мы рассчитываем на институциональный рынок, которого у нас нет и в ближайшее время не предвидится, потому что у нас институты довольно медленно развиваются. Как бы мы ни хотели этого, но они, к сожалению, остаются на втором уровне. И с учетом интереса розничного инвестора, который сейчас возник, конечно, было бы правильно сделать шаги навстречу розничному инвестору с точки зрения регулирования раскрытия информации эмитентов. И причем это нужно сделать так, не сильно удорожая эту информацию, потому что они все равно ее делают, все равно ее имеют, и для них это раскрытие ничего не стоит. У нас же, к сожалению, происходит другое. С одной стороны, у нас регулирование удорожает работу на рынке, а это ведет к тому, что эффективность финансовых институтов не очень велика за счет того, что большие деньги вкладываются. С другой стороны, у нас, не банковские, я имею в виду, банковские институты, у нас достаточно хорошо себя чувствуют. И то, что дает, наверное, Мировой экономический форум, наш банковский сектор, самый прибыльный сектор многие годы подряд на финансовом рынке в мире. То есть мы, собственно говоря, тут можно о чем говорить. Но вопрос, то, что раскрытие информации недостаточно на сегодняшний день. И когда мы говорим о том, что квалифицировать инвесторов, но квалифицировать инвесторов надо в том числе на том, чтобы они понимали, какую информацию они получают и как они могут ее оценить. А этого на сегодняшний день, в общем, недостаточно. Ну и плюс рейтинговая система у нас, мягко говоря... Ну да, с рейтингами... Не ориентир для инвесторов. Нет, не ориентир. И она, к сожалению, мы думали, что когда центральный банк начнет аккредитовать рейтинговое агентство, это как-то все-таки подстегнет. Но на сегодняшний день это не является каким-то фактором для оценки эмитингов. Некоторое время, и это, в общем, нормально, естественно, на российском рынке развивалась идея, заимствованные из Европы, в Германии, это очень мощно, в Британии, решать часть проблем, которые возникают в отношениях человека и финансовой организации, через институт омбудсмена. Создали сначала общественный РИАРБ, затем государственный. И вот как-то я, как просто потребитель, просто обыватель, что-то перестал вообще слышать об этом. Нет, ну, амбудсмена работает, и жалобы идут, мы это знаем. Нас приглашали в общественный совет, который потом, я не знаю, создан, не создан, но, так сказать, там у них была такая идея. Но в связи с пандемией это все, так сказать, зависло. Нет, цифры есть, цифры растут, жалобы растут. Я могу единственное, что сказать, что мы сталкиваемся с жалобами потребителей, то, что они не получили удовлетворение в амбудсмене. И у нас возникла тоже такая нескопатная ситуация, поскольку мы судимся с финансовыми институтами в пользу потребителей, мы в силу закона о защите прав потребителей это делаем для них бесплатно, то сейчас получается, что Верховный суд, опять же, протрактовал закон, потому что в законе специально было говорено, что амбудсмен является одним из путей. То есть можно амбудсмена идти, можно идти в суд. Но вот Верховный суд в обзоре своей практики он взял и перекрыл возможность идти в суд помимо амбудсмена. Я считаю, что это не совсем правильно, потому что мы, конечно... По страховым делам пока? Пока по страховым, но это коснется, я так понимаю, всех. И это не совсем правильно, потому что это нарушение прямой конституционных прав граждан. И, скажем, в Англии там другая система права, и там можно из этого выходить, потому что там на самом деле сумма сделок, которые попадают в амбудсмен, очень небольшая. У нас достаточно высокая сумма сделок. Про Германию не скажу, не знаю. Но я знаю, что в Германии общество защиты прав потребителей судится по финансовым услугам, несмотря на присутствие амбудсмена. То есть тут, наверное, опять мы идем по тому пути. Мы пытаемся все централизовать и государствить. А рынок все-таки рынок. Рынок должен дышать. И поэтому, собственно говоря, если рынок перестает дышать, то он перестает нормально развиваться, нормально существовать. В связи с этим инвесторским бумом возникает, конечно, куча вопросов к нашим брокерам, потому что та система тарифов, комиссий и полуподводов, даже не скрытых, а вот просто лежащих, даже торчащих из воды камней, такова, что на нем иногда страшно находиться. Ну, начнем с того, что брокерский договор в среднем у нас от 200 до 270 страниц. Мы с вами прекрасно понимаем, что какой неквалифицированный инвестор, если мы имеем в виду, в состоянии прочитать и изучить этот договор. И зачем он в таком объеме нужен? Потому что мы прекрасно понимаем, что это однозначная функция брокерская, которая должна быть просто описана. И это у всех. Вот мы проанализировали, так сказать, ну, скажем, вторая десятка брокерских договоров, и там уже разобраться внутри, где какие комиссии, где какие надбавки, причем там предусмотрены и надбавки при продаже, и скидки при покупке. То есть на самом деле, кроме комиссии, целый ряд существует инструментов, которые приводят к тому, что это все превращается игрой в одни ворота, то есть то, что профучастники никогда не проигрывают, то есть в любом ситуации они выигрывают. Ну и, наверное, так сказать, вот мы и те жалобы, которые имеем в силу того, что закон о защите прав потребителей не распространяется сейчас на фондовый рынок, то в основном это касается несправедливых комиссий, когда брокеры, так сказать, непонятно как начисляют комиссии, и когда мы обращаемся как организация по защите прав, они нам пишут, что вы отстаньте, потому что вот есть постановление Верховного Суда, и вы к этому не имеете отношения, мы вам ничего не дадим. А клиенту своему они информацию не раскрывают в полной идее. Ну да, вот знаете, у меня на иностранном брокере и на российском абсолютно практически однородный портфель, и несколько смешно наблюдать, как на иностранном он дает прибыль, а на российском, если дает, то темпы просто принципиальны, то есть это отличие в разы. Это вот то, о чем я говорю, то есть на самом деле, скорее всего, должен быть небольшой стандартный брокерский договор, который для всех должен существовать, потому что конкуренция должна за счет профессионализма и эффективности быть, а не за счет того, что мы зашили кучу комиссии в 270-страничный договор, который никто не в состоянии изучить и прочитать, потому что, так сказать, если нанять юриста, чтобы он изучил и прочитал, то это будет тоже достаточно больших денег стоить, потому что это вообще все станет бессмысленным. То есть, и мне кажется, что здесь вот как раз место для регулятора, и мы об этом регулятору написали, о том, что, наверное, с этим надо разбираться. Ну, у нас много там пунктов, которые мы направили, для того, чтобы сделать рынок эффективным, потому что наша-то задача какая? Чтобы рынок был эффективным, чтобы было доверие, и это доверие обеспечило приход инвесторов на этот рынок. И тогда это, так сказать, будет способствовать росту сбережений, потому что главная функция нашего рынка это разбережение все-таки населения и использование этих сбережений для экономического роста. А так он эту функцию просто не выполняет. Вот еще одна проблема, которая зазвучала в последнее время, это сложные финансовые продукты. И с одной стороны, меня лично вот и заочно, когда читаешь или смотришь эти выступления, и очно на некоторых совещаниях несколько удивляла такая нервная, иногда истерическая позиция Сергея Швецова. А с другой стороны, я, столкнувшись с некоторыми продуктами, начинаю его понимать. Что уже иногда, видимо, он давит в себе такую лексику неприемлемую для совещаний. Ну, мы начали по поводу продуктов в свое время с Форексу, когда, собственно говоря, он на самом деле сложный продукт, и когда у нас Форекс превращался просто в попытку, так сказать, ободрать население, дело кончилось с тем, что Центральный банк просто отобрал лицензию у компании, оставив там 2-3 компании, которые могут этим заниматься. Хотя мы в самом начале, Финпотребсоюз, когда этот закон был принят, совершенно удивительно, так сказать, потому что в большинстве стран Форекс для граждан запрещен, мы говорили, что, ребята, ну чего творить, потому что тут, конечно, серьезно. И в конечном итоге, вначале Центральный банк говорит, что мы все отрегулируем, потом выяснилось, что отрегулировать нельзя. И здесь вот у меня тоже такое отношение, да, структурированные продукты, потому что в силу того, что невозможно понять, что в них зашито, это, в общем-то, проблема той же самой раскрытия информации и доступа к этой информации, и понимания этой информации. У нас, к сожалению, даже те же самые квалы, они не сильно понимают. Ну, как выяснилось, даже Транснефть не поняла, обрегулируется про банк. И, собственно говоря, когда я был увлечен в пару тоже, так сказать, разборов, связанных с нашими брокерами по поводу телеграмма и грамма там и так далее, то есть народ, который туда вкладывал приличные очень деньги, они не понимали, так выяснилось, что сами брокеры не понимали, куда они их завели. Потому что, когда начинаешь смотреть договоры, в этом договоре отсутствуют вообще какие-либо обязательства. И смысл в том, что мы берем у тебя твои деньги на грамм, и спасибо тебе большое, никаких обязательств по этому обстоятельству мы не несем. То есть, на самом деле, конечно, структурированный продукт это сложный очень инструмент, это не только у нас возникла проблема, в Соединенных Штатах, так сказать, сек очень жестко к этому подошел. То есть, на самом деле, проблема существует. Если я помню, на конец 90-х еще годов, когда это было очень модно и в Штатах, и в Англии, предполагалось, что это крупные институциональные инвесторы работают с брокерами для того, чтобы создать и использовать структурированный продукт для своих нужд. Постепенно это все либерализовалось и дошло до розничного инвестора. Конечно, первоначально он не был предназначен для розничного инвестора, и это не тот продукт, которым мы очень серьезно должны заниматься. Еще одна тема, которая постоянно звучит, это мисселлинг, то есть введение в заблуждение, не всегда злонамеренное. И вот здесь у меня всегда были маленькие сомнения, что слишком зажимать мисселлинг тоже, мне кажется, уже нарушает такую природу бизнеса, потому что понятно, что бизнес – это расхваливание своего товара, ну, испокон веков. Даже когда там, я не знаю, молодой человек встречается с девушкой, тоже идет мисселлинг. Она говорит, что я вот всегда так выгляжу, а потом выясняет, что она в бегудях. Он показывает, что он замечательный мужчина, успешный, интересный и сексуальный и так далее. То есть вся наша жизнь все-таки долю мисселлинга как бы имеет. Вот не получится ли здесь, что выхолостится рынок? Вопрос мисселлинга, он, собственно, пришел из банковского сектора, и понятно, что он пришел оттуда, и он пришел, вот то, о чем я говорю, он пришел в розничные инвестиции, и надо как раз понимать о том, что неквалифицированный инвестор, он должен быть защищен, поскольку, как мы говорили, он пришел буквально с депозитного счета на фондовый рынок, он не очень понимает, что это такое, он рассчитывает наш мисселлинг в банковском секторе, и как мы боремся? Мы боремся с помощью закона о защите прав потребителей. Здесь этого нет, то есть его ничто не защищает. И, конечно, для розничного потребителя должны быть механизмы, которые предотвращают мисселлинг. То есть актуальна эта проблема? Тема очень актуальна, и вот то, что мы сталкиваемся в нашей практике, да, действительно, такая ситуация есть, и зачастую сам продавец не всегда понимает, что он продает. Вот это тоже, так сказать, проблема, которая существует, и тут, конечно, свои сложности, и по мере развития финансового рынка он усложняется, 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 и, собственно, не все догоняют это усложнение и сами не всегда понимают, что они предлагают клиенту. Здесь вот есть особая такая проблема, которой тоже следует заниматься. Информация о полезных сервисах, ресурсах и возможностях для инвесторов и всех, кто управляет своими деньгами. Тема инвестиций в недвижимость все чаще звучит в комментариях и вопросах зрителей нашего канала. Тем нашим зрителям, которые хотят детально изучить сегодняшние инвестиционные возможности и форматы на рынке недвижимости, рекомендуем канал Виктора Зубика «Смарант». Канал «Смарант» – это блок о недвижимости и о том, как правильно покупать и инвестировать в новостройки. На канале «Смарант» вас ждет большое количество полезной информации. Например, Виктор рассказывает про свои и клиентские кейсы по инвестициям в жилую недвижимость, делится с подписчиками секретами и рассказывает про возможности и риски при покупке квартиры от застройщика. Отдельный акцент Виктор делает на стратегию по инвестициям в жилую недвижимость. В роликах он рассказывает про собственный опыт и каждое воскресенье проводит прямые эфиры с инвестиционными обзорами на рынке недвижимости Москвы и Московской области. Переходите на канал Виктора, чтобы инвестировать в недвижимость с умом. Информация о полезных сервисах, ресурсах и возможностях для инвесторов и всех, кто управляет своими деньгами. Наверняка вы уже задумывались о формировании своего инвестиционного портфеля. А может быть, уже управляете им. В любом случае, вы уже знаете, что для того, чтобы портфель оказался прибыльным, необходимо тщательно выбирать инструменты инвестирования. А чтобы покупка оказалась правильной, придется разбираться в финансовых документах, графиках и формулах. Специально для помощи в решении этих сложных задач создан сервис Райт. Робот проанализирует множество самых крупных компаний в стране, выберет и порекомендует лучшие из них. С 2016 года Райт помогает тысячам инвесторов и делает это успешно и законно. Акции каких компаний могут быть в вашем инвестиционном портфеле? Узнайте на rg.ht. Сервис бесплатный. Ссылка на сервис Райт в описании под видео. А вообще ощущение того, что можно назвать финансовой культурой людей, понимания этого мира, мне кажется, что в России это совсем беда-беда. И в качестве иллюстрации вот недавно разговор с человеком, который советуется, хочет начать и говорит такую вещь. Ну вот вы, Ян, советуете классические акции идти. Я думаю, что надо начать с чего-нибудь попроще. Вот со структурного продукта. И вот так хватаешься, что акции 150, вот этот продукт, он и является уже комбинированным блюдом, а акция это как бы атом, да, первооснова фондового рынка. То есть понимаешь, насколько в головах у людей все перевернуто. Это только один пример, потому что перевернуто по отношению к вообще представлениям об экономических процессах. Перевернуто по отношению к представлению, например, что Газпром это не компания номер один в мире. перевернуто по отношению к тому, что да, на фондовом рынке есть пузыри, но тем не менее он является отражением реальной экономики, а не казино все-таки, да. Вот как вы толкуете? Я могу сказать, что свое время, это был, наверное, конец 80-х, начало 90-х, когда, так сказать, я впервые в Англии начал заниматься фондовым рынком, там были замечательные книжки такие, типа «How to read financial pages». И они были предназначены для тех, кто вот только-только начинает работать на фондовом рынке, как работать с информацией, которая, так сказать, на фондовом рынке появляется. Сейчас мы пытаемся, люди, у которых тот же самый уровень, которые никогда, например, ему дать уже какой-то очень высокий, так сказать, уровень мастера спорта и на уровне мастера спорта предлагать информацию, которую он не в состоянии переваривать. Ему нужно еще пройти какой-то путь. Вот почему, кстати, возвращаясь к квалам, не квалам, есть смысл базовый курс все-таки давать, потому что базовый курс дает более широкое понимание, а не 14 вопросов, которые будут у брокера, который дает более широкое понимание, что же на рынке на самом деле происходит. Конечно, у нас существуют проблемы. И, конечно, проблема, она связана даже не только с акциями и структурированными продуктами, но мы прекрасно понимаем, что финграмотность – это в первую очередь личное финансовое планирование. И у нас большая часть населения, в общем, не сильно понимает, что это такое. И зачем. Да, вот мы, поскольку у нас есть и викторина по финграмотности, и олимпиады по финграмотности, и чемпионат студенческий по финграмотности, то мы видим, какой уровень где возникает. И, к сожалению, но это не радует. Это не радует, потому что до того, хотя базового понимания необходимости финансового планирования личного, еще довольно далеко. Но это, я бы так сказал, что это не только наша проблема, это не только проблема России, это проблема в тех же Северных Штатах и той же Великобритании, например, в Соединенных Штатах начали заниматься финансовой грамотностью в начале 20 века. То есть, вот сколько времени прошло, и у них эти программы актуальны, но у них выставлена система. То есть, там НКО занимается программой финансовой грамотности, все финансовые институты обязаны отчислять 1% от прибыли до налогообложения в фонды. То есть, у кого там, например, Ситибанк, у Визы, есть собственный фонд, который занимается финансовой грамотностью, и он распределяет НКО средства для проведения этих программ. НКО это что? Некоммерческие организации. Потому что, чтобы не было конфликта интересов, тут речь идет о том, что очень многие программы финансовой грамотности имеют конфликты интересов. И здесь у нас тоже существуют с этим проблемы. А маленькие финансовые организации, они перечисляют в крупные фонды, типа там Рокфеллера, Форда, где есть свои куски по финансовой грамотности, и там тоже самое они этим и занимаются. То есть, это огромная область некоммерческой деятельности, негосударственной причем, у нас все пытается опять государствовать, негосударственной, где обучают и готовят население к разным рода финансовым продуктам. Но это работа постоянная, не то, что мы сейчас кого-то научили и завтра можно об этом забыть. Я думаю, что в России причина еще в том, что люди просто не имеют денег и сразу реагируют на эту тему из серии «Не учите меня жить, лучше помогите материально» или условно говоря «А у меня нет денег, вот разбогатею, тогда подумаю, как правильно им управлять». И объяснить, что сначала надо подумать, а потом богатеть невозможно. Я с вами абсолютно согласен и, к сожалению, ситуация усложняется, потому что мы видим цифры, что у нас уже с 2014 года постоянно падают реальные доходы населения и, в общем, пока не видно пути их увеличения. Но именно в этой ситуации, наверное, особо важным становится личное финансовое планирование, потому что люди, не умея этим заниматься или зная, но плюя на то, что нужно это делать, попадают во всякие ловушки и мошеннические, да и ловушки просто кредитные, мы знаем, сколько набирают кредитов, потом не могут рассчитаться. Это целая история личных трагедий, которые, в общем-то, мы видим. А вот как вы, кстати, оцениваете вот эти самые мошеннические ловушки, которые ощущения, что растут и пухнут, несмотря на усиливающуюся борьбу отчеты департамента Ляха в ЦБ о том, что выявлено столько пирамид. Вот черный список, тем не менее, мы видим, что в сфере незаконного кредитования до чертиков, в сфере псевдоинвестиционных компаний до чертиков, а в сфере Форекса это просто уже вагоны, маленькая тележка, потому что сегодня Форекс компанию сделают элементарно, купив вот маркетинговые пакеты, продаются, создая компанию и все. Получается, это вообще нерешаемая проблема? Она тяжелорешаемая проблема, потому что я помню в начале двухтысячных, когда я ездил в СЕК, мы эту тему с ними обсуждали, они говорят, мы еженедельно накрываем 50 финансовых пирамид, каждую неделю. То есть в Соединенных Штатах это тоже проблема и другие мошенники проблемы. Мошенники в основном, конечно, рассчитаны на людей, у которых проблемы с доходами. То есть им всегда вешают морковку, что вот они сейчас здесь придут и сразу все свои проблемы решат. И в Соединенных Штатах занимается не только регулятор этим делом, но и занимается и полиция, и ФБР, в зависимости от размера, то есть там настроено. У нас, к сожалению, правоохранительные органы не сильно занимаются этим вопросом, потому что у нас происходит так, вот обнаружили, Центральный банк написал правоохранителям, и тогда правоохранители начали заниматься. И то не всегда. И то не всегда, да. Ну, то есть у нас вот тут есть проблема, и, к сожалению, так сказать, то, что идет обнищание населения, это способствует росту, потому что с одной стороны, так сказать, есть аудитория, которая хочет в это поверить, да, а с другой стороны появляются люди, которые готовы заработать любыми средствами, чем бы это ни грозило. А с другой стороны, вот этот процесс, я, правда, всегда наивно как бы полагал, что фондовый рынок, это примерно как вот про Кольта, да, что Бог создал людей разными, а полковник Кольт уравнял их в правах, что в принципе фондовый рынок, это вот то самое средство, условно говоря, уравняться вот в неких имущественных правах, способ заработать деньги честно, морально и так далее. Но иногда думаешь не то, что цинично, но начинаешь понимать, что бог у бога, кесарю кесарю. Вот пример, бедное количество людей, там, копировало мои сделки или следовало советам, просадка, кризис, бедные, у которых по 5 тысяч долларов, по 2 тысячи, говорят, ну нет, все, мы поняли, все это, мы, конечно, сейчас потеряем, все, нет, не будем продолжать, и все, и теряют, богатые стойко держат просадку и выходят в результате в прибыль. Может быть, все-таки как-то неприятно говорить в людях вот это заложено, что вот ты богач, а ты бедняк, и бейся ты об эти финансовые инструменты. Я не думаю, я не думаю, что здесь какой-то психологический есть момент, связанный, так сказать, кто бедняк, кто, причем, если мы посмотрим историю последних 30 лет, сколько раз это все переворачивалось, то есть, это демонстрирует о том, что нет такой зависимости. Да, конечно, кто-то не готов заниматься, так сказать, деятельностью, связанной с тем, что нужно брать на себя риск и сидеть с этим риском. Кто-то готов больше это делать, это безусловно. Да, кто готов, наверное, больше всех риск брать, это предприниматели, и поэтому они не столько на фондовом рынке, сколько у нас в экономике, да, а те, кто чуть меньше берут риск, те готовы идти на фондовый рынок. То есть, тут, в общем-то, вопрос индивидуальный, скажем, не связанный с тем, кто богатый или бедный, кто как видит, потому что меньше всего у нас рисков берут, как мы понимаем, служащие госкорпорации, которые вообще никому риску не берут, то есть, они никаких рисков не держат, а при этом, так сказать, очень хорошо зарабатываются. То есть, тут как-то тут все не так. Вообще, в идеале, мне всегда хотел, мечталось бы, о соотечественниках, которые заняты любимым делом, не тем делом, которым вынужден, а любимым, условно говоря, быть врачом, быть артистом, быть, я не знаю, кем угодно, но любимым, и одновременно являются инвесторами, тем самым увеличивая совокупное богатство общества, с чего всем нам выгодно, да, ну, нормальная классическая модель, и хотя могут сказать, что она наивная, но она действительно так ведь работает, правильно? Мы знаем, что она хорошо работала у нас в конце 19-начале 20-го века во Франции, где класс рантье был достаточно большой, но потом это все начало сыпаться, и, собственно, даже во Франции мы теперь знаем, что рантье практически не осталось, ну вот, в Соединенных Штатах то же самое, нет таких людей, которые исключительно сидят и, так сказать, занимаются своим делом, и работают на... Так я поэтому говорю, вот, мечта, образ мечты, работающий человек, но при этом инвестор. Нет, в Штатах много работающих людей, которые работают для денег и в то же время инвестируют на фондовом рынке, причем многие работают сами, и сами, так сказать, разбираются в куда, чего и как, но многие сидят в ВТФ их и спокойно, так сказать, ждут, когда все вырастет. Я знаете к чему, как думаете, вот если помечтать, возможно это у нас в России все-таки такая модель, хоть немножко? Я бы сказал так, что когда-то мне тоже виделось, что это в ближайшее время можно будет достигнуть, но все и у нашей экономики у нас ситуация, что в ближайшее вот время я этого не вижу. Не при нашей жизни. Да, то есть я этого не вижу, потому что, ну, вы видите, что у нас рынок с начала двухтысячных практически не увеличился, то есть он просел, сейчас мы вышли на этот же уровень. Но мы же можем инвестировать на мировое, мне кажется. Тут, понимаете, тоже проблема. Вот я, например, небольшой сторонник автоматического инвестирования на мировой рынок. Да, они, то, что доступно, это может и неплохо, но мы прекрасно понимаем, что тут сразу макроэкономические обстоятельства возникают. Во-первых, выводится валюта, то есть это давит на тот же курс рубля и давя на курс рубля, это приводит к еще большему обнищению населения. То есть мы это все прекрасно понимаем. То есть и второй момент, то, что инвестируем на мировой рынок, ну, конечно, наш рядовой гражданин не очень понимает, куда он и как инвестирует. То есть это, в общем-то, ну, услышал Apple, Apple замечательно. Ну, скорее всего, ведь, главное, не ошибется, самое смешное, как непримитивно. В момент, как раз вот Apple был пример, недавно советовался один инвестор, я говорю, вот купи Apple, купи Microsoft. Почему, как? А вот Распадская, я говорю, скажи, пожалуйста, ты Распадской пользовался хоть? Ты туда прыгал в эту шахту? Ты еще что-то? Инвестируй то, что ты пользуешься, то, что ты используешь. И дело не в том, что это иностранный, просто так сложилось, что в основном это с Уолл-стрит компания. У меня был приятель, он, к сожалению, умер. У него была позиция такая, он взял себе портфель из 10 IT-компаний крупнейших. И вот он каждый день приходил, по ним читал новости, он говорит, что я больше новостей не прочту, чем по 10 компаниям. И у меня подозрение, что это успешно. У него все было успешно, да. Но каждый день, полтора часа с утра занимался этим делом. Это, в общем, работа. То есть нужно этому посвятить время. И поэтому, ну и в течение дня он еще за новостями сидел, чтобы там, не дай бог, ничего не произошло. То есть это работа. Вот я говорю, что проблема в том, что те, кто у нас инвестирует, они не очень понимают, что это работа. Что это не... Вот вложила CD, это, так сказать, мы знаем, что Apple падала, поднимался, да, все было. То есть на самом деле нужно все это отслеживать, нужно смотреть, какие новости идут, какие отчеты идут, для того, чтобы, так сказать, понимать, куда ты... Ну вот, кстати, а вложила CD. На мой взгляд, вот один все-таки из осилков американской системы, вот фондовой. Скажем так, если один из осилков, это антитратсовая законодательство, которая сделала этот рынок богатым, то другой, конечно, это пенсионные фонды, которые все-таки инвестор номер один. И у нас не люди виноваты, что идут сами, а в то, что вот у нас нет возможности вложиться в пенсионный фонд, сиди и смотри. Вот как, с этой точки зрения, мне тоже были большие надежды на ту реформу, которую можно назвать Кудринской, вот эту систему, которую ввели в начале, на самом достоинственном. И сейчас, когда уже говорят, нет, вот она была плохо просчитана, якобы, или хорошо, неважно, что-то случилось, и вот это предлагаем, и это предлагаем, мне уже кажется, что уже неважно, что вы предложите. Доверие ушло. Я лично точно не попадаю. Доверие ушло. Более того, я могу сказать, что так реформа, ну, поскольку я участвовал в ней, она была компромиссной, то есть это то, что было возможно на тот момент, больше было нельзя. И поэтому, собственно, максимально, что возможно, сделали. То, что она не сработала, это связано все-таки не с финансовым рынком, а с экономикой, с доходами населения, с темпами экономического роста, как это ни парадоксально. То есть макро-показатели не сыграли в пользу этой реформы, на которую шли, потому что там были заложены высокие темпы экономического роста, высокие темпы доходов. Это была реформа на экономике роста системы, верно, и пенсионная. И тогда, может быть, это все, но этого не произошло, и в связи с этим, конечно, так сказать, ее приходится пересматривать и, возможно, я не знаю, подстраивать под нынешнюю ситуацию, и придется завоевывать доверие, потому что главная проблема на нашем рынке, о чем бы мы ни говорили, что если вы опросите население, то население не доверяет финансовым институтам, и население мало доверяет финансовым государством. Вот это, к сожалению, два обстоятельства, которые у нас есть. И с этим, конечно, надо каким-то образом бороться, и в том числе финансовой грамотности, и программами финансовой грамотности, и через них проводить все это дело, потому что, я могу сказать пример, мы работаем с нашими благотворительными проектами, найти спонсоров непросто, потому что все считают, что это не мое, то есть кто-нибудь другой, а то, что это каждого касается, каждого предпринимателя и государства, и финансового предпринимателя, это, так сказать... Но государство тоже в сфере финансовой грамотности само себя не поняло. Сначала этим занимался Минфин, потом это перекинули в структуры, созданные Банком России, и вот у меня, как человек, который там привлекался, так или иначе, к некоторым проектам, было ощущение от Минфиновского проекта, первое полное отторжение, ощущение, что люди какую-то банальщину несут, и бюджеты пилят. Потом увидел там много энтузиастов, которые действительно стали что-то делать достойное. В этот момент программа закрывается, и вся та же история с начала. То, что итоги Минфинской программы, они не очень утешительны. И что нам оставило? Пять лет потрачено на 100 миллионов долларов, что оставило? Оставило ничего. Население планировать не научилось. Значит, грубо говоря, два шкафа отчетной документации и 40 неработающих сайтов. Вот итоги. Поскольку одна из очень важных задач у любого проекта финансовой грамотности, это его состояние бюлета, насколько он в состоянии жить и продвигаться. Вот этого там не просматривалось, и получилось, что, в общем-то, я не буду говорить, там, пилили, не пилили, потому что это отдельная история, но, собственно говоря, этого нет. То есть, то, что там было сделано, вот мы не видим ни одного проекта, который остается жить. В нашей Олимпиаде 18 лет. При любых, так сказать, изменениях она существует. Да, тяжело, да, непросто. Когда я выступал однажды на вашей Олимпиаде, меня потрясло, что уровень ребят, школьников, которые участвуют, он, в общем, внушает надежду, вопреки тому, что мы сейчас с вами обсуждаем. Да, и я могу сказать, нам тоже, так сказать, нравится наши призеры и победители, потому что они действительно готовятся. У нас бывают совершенно фантастические случаи. А, может быть, в финальном призере были призеры и победители, да? Да, да. То есть, конечно, они и готовятся, и сами работают на рынке, но, к сожалению, основная масса школьников, она не очень на уровне, и проблема существует. Мы делаем все-таки Олимпиаду массовую, у нас самый крупный в этом смысле такой долгосрочный проект. А сколько у вас за 10? В этом году 72 тысячи участников было. В прошлом году 79, но из-за пандемии, так сказать, у нас проходили очные финалы в 65 регионах, а сама Олимпиада 85 во всех регионах проходит. И, конечно, мы стараемся, так сказать, делать и материалы, и привлекаем практиков, чтобы у нас материалы были подготовительные. Но видим, что не все, так сказать, даже участники Олимпиады, они на уровне, и они понимают, о чем идет речь. К сожалению, тут работать еще много, и у нас проектов тоже много, которые, ну, в силу, так сказать, недостатков спонсорской помощи мы их всех развернуть не можем. Но вот постепенно, вот мы в прошлом году начали викторины для шестых-девятых классов по финматематике, финграмотности, цифровым финансовым технологиям, которая пошла тоже очень успешно. Мы рассчитывали на первый год там две тысячи участников, у нас было шестнадцать тысяч участников, у нас, так сказать, семьдесят регионов не участвовало. Но пандемия свое подкосила, потому что она должна была быть очной. И в условиях пандемии нам пришлось переписывать ее всю на виртуальную, и делать это все в сети. И очень обидно, потому что, конечно, дети хотели пообщаться между собой. А в этом году как будет? Потому что все-таки тема пандемии-то не снята. В этом году, ну вот, она не снята, но мы надеемся, что все-таки к концу года мы перейдем это, потому что видим, что Европа и Соединенные Штаты уже перешагнули через пандемию. Надеемся, что вакцинация поможет. Мы все-таки рассчитываем, что мы сможем викторину провести очной, потому что, ну, это важно, потому что обмен мнениями, обмен, так сказать, он рождает интересы, для детей это очень важно. А вот, кстати, вопрос о детях. Недавно была вброшена новая вводная. А господин Швецов заявил, что ЦБ считает нормальным, если дети старше 12 лет придут на фондовый рынок, потому что их математический аппарат уже соответствует. И вызвало, конечно, большие вопросы лично. У меня вопрос господина Швецова, что математически это может и соответствует, а психологически точно ли соответствует. Но, с одной стороны, есть что-то, наверное, верная, позитивная в этой идее. Наш опыт такой, то, что есть единицы, которым родители и в 12 лет разрешают от их имени торговать на рынке. Это единицы. Нет никакого большинства, ни огромного желания у детей идти сейчас прямо на рынок и начинать торговать. Такого нет. У меня есть еще вопрос здесь, с точки зрения гражданской правовой, а кто ответственность будет нести? У нас даже работать подростки могут только с 14. Да. Ну и плюс тоже финансовая ответственность возникает. И как это вот здесь вот быть, то есть тут тоже вопрос. Я могу сказать, что, конечно, если мы посмотрим Соединенные Штаты, там, того же Баффета, который занимается финансовой грамотностью, он призывает детей рано начинать, но он вместе с родителями. Он как раз в 12 начал, да. Да, но он, так сказать, с учетом привлечения родителей, то есть не то, что они садят. Ну, как в Советском Совете были права в 16 лет придавали с пометкой «взрослые рядом», по-моему. Ну, может быть, да. Ну, вот, что родители понимают, чем занимаются их дети, потому что просто так погнать сейчас их на рынок, ну, мне кажется, что наневато. А вы, кстати, вот чувствуете, тем более, Олимпиада дает возможность соприкасаться с огромным количеством. Российские тинейджеры, такое более слово, от детей до юных людей, они испытывают, увеличивается интерес именно к инвестициям? Ну, я бы не сказал, что это вот так вот напрямую выражается, да, потому что в этом возрасте дети думают о будущем, кем они им будут. Но, и мой опыт личный, когда я провожу занятия, они зачастую не понимают финансовую сторону своего будущего. То есть, если они идут, грубо говоря, там, одно дело в вуз, экономический или математический или в медицинский. Да, вот я спрашиваю, спрашиваю, а как? Потому что вы же должны понимать, что медицинский вуз это минимум 10 лет, вы должны сидеть еще на шее в родителях. Вот родители в состоянии вас содержат, а мы об этом не думаем. Вы имеете в виду учебу, ординатуру? Да, до тех пор, пока он сам начнет зарабатывать деньги, как самостоятельный врач. Учитывайте, родители-то смогут вас содержать, вы сможете получить это образование. Нет, никто об этом не думает. То есть, на самом деле, тут вопрос именно в том, что потребность выхода на рынок, она должна быть связана с потребностью устроить свое будущее и с той ответственностью, которую он на себя берет. Финансовая грамотность, это даже не столько финансовая грамотность, как таковая, она воспитывает, и Абаффет тоже об этом говорит, она воспитывает у ребенка или у юноши, девушки, это ответственность за свое будущее. То есть, как я буду строить свою жизнь в будущем и откуда я буду брать на это ресурсы. И тогда возникает необходимость, ага, значит, мне, может быть, есть смысл поднакопить, пойти на рынок, попробовать поучаствовать в ETF или набрать пакет акций для того, чтобы они росли и поразбираться немножко, чтобы у меня был дополнительный доход, который мне позволит прожить студенческие годы, заплатить потом более-менее нормально по кредиту, по студенческому. То есть, это все вытекает из этого. И, в общем-то, в этом и должен быть смысл. То есть, вот наши все, так сказать, упражнения по поводу финансовой грамотности, они должны приводить к этому, то, что вне зависимости от того, кем будет, у нас же наши победители-призеры, они не все экономисты, финансисты или юристы. Это и психологи, и айтишники, и физики. То есть, много ребят. У нас, поскольку мы входим в число олимпиад в Миннауке, то у нас вузы, например, политех, где мы проводили финал в Москве, в этом году, и мы не первый раз уже в них проводим, они дали дополнительные баллы победителям-призерам на все специальности политеха, то есть, не в зависимости от естественно-научной, экономической или неэкономической, что, и очень многие вузы, которые с нами работают, у нас их вот почти 60, они дают дополнительные баллы, помимо того, что дает Министерство науки и образования. То есть, на самом деле, это вопрос, как видит человек будущее. И вот финансовая грамотность, она как раз настроена на будущее, в отличие от большинства предметов школьных, настроена на будущее и ответственность за то, как я буду жить, как я буду жить, откуда я буду брать деньги на это жилье. Потому что, если человек едет поступать в Москву, значит, надо понимать, надо платить за активы в чешет, тебе надо на что-то жить, надо, значит, надо, либо ты работать будешь, либо, так сказать, ты будешь работать, откладывать. Кто тебе будет платить, если вдруг у тебя будет проблема, успеваемостью, тебе придется прийти из бюджетного на коммерческое. Значит, кто будет платить за это? То есть вопросов много, которые должны лишаться в ходе вот этого финансового образования. Ну вот, а все-таки, если обобщить все темы, которые мы сегодня обсудили, знаете, часто возникает на канале инвестиционном особенно реакция, что вы так вот говорите об этом, увлечены, увлекаете людей, потому что вам нужны хомячки, или потому что вы рассчитываете что-то поиметь. В общем, иногда не верят, что действительно хочется видеть соотечественников более богатых и вот соотечественников инвесторов, совладельцев страны. Я, в принципе, не против совладельцев мира, да, хоть маленьких, но совладельцев. И что на самом деле выгодно мне это, выгодно, если ряда будут тоже инвесторы успешные. А с другой стороны, вспоминаю, никогда не любил Кийосаки, вспоминаю такую немножко, на мой взгляд, циничную фразу, что когда речь идет о финансах, то большинство людей на земле ничего не способны придумать, кроме как работать до потери пульса. Я сам, к сожалению, по этому типажу такой же. Я всегда думал, что путь вот такой к успеху финансовому, это вот работать, а еще больше работать, а еще больше работать. Хочется очень в идеале сочетать работу без, может быть, потери пульса, и все-таки ради, прежде всего, удовольствия, и инвестиций, которые вот поддерживают, делают у этой там табуретки, не две, а три ноги. Вот, если обобщенно, есть ли вообще шанс, может быть, вот в этой молодежи российской, что вот это когда-нибудь, хоть как-нибудь, хоть чуть-чуть, но возникнет? Про нашу жизнь мы сказали, что не принадлежит. Нет, ну мы знаем, что это возникает. То есть, есть целый слой молодежи, который, так сказать, так и живет, и который с удовольствием не только, так сказать, занимается своей работой, но увлечены какими-то предпринимательской идеями, которые мы знаем успешно, и, собственно, позволяет им развиваться и дальше. То есть, на самом деле, такое есть. Но, кроме этого, у нас есть еще такие истории, которые, так сказать, противоречат, типа, Дани Милонова, типа, Ольги Бузовой, да, которые тоже зарабатывают, и, к сожалению, у нас вот это Емелья на печи, он все еще, так сказать, глубоко сидит в нашем сознании о том, что можно заработать, ничего не делая. Поэтому тут как раз я так считаю, что финансовые грамотности, вот те образовательные проекты по финансовой грамотности, которые мы делаем, попытаемся образовать и объяснить, что все-таки делать что-то надо и думать о своем будущем надо. Собственно говоря, мы в этом смысле с Баффетом совершенно однозначно, то есть, Баффет тоже считает, что финансовая грамотность, это даже может быть не то, что ты сейчас заработаешь в школе, а то, что ты поймешь, как тебе жить, где тебе работать, потому что ты будешь работать, захочешь работать в маленькой компании, или ты пойдешь в большую компанию, где какие возможности предоставляются. Это все же читается из корпоративного отчета. Берешь корпоративный отчет, и ты посмотришь, что ты можешь себе позволить в этой компании или в этой компании. У нас, к сожалению, вот как раз та проблема отчетности корпоративной, она все-таки стоит, ее нужно делать шире и больше, но финансовая грамотность в этом смысле должна двигать людей к пониманию своего будущего. Не так давно от одного человека, который, кстати, не могу сказать, что вам симпатизирует, но так объективно, он говорит, надо сказать, что Костиков был последним либералом в экономическом блоке правительства. Вот как вы оцениваете? Мне кажется, либерал слово ругательное стало. Мы понимаем, о чем говоришь. Да, ну я просто когда я был руководителем ФКЦБ, моя задача была сориентироваться на рынок. И рынок не так, что преимущество профучастников. Ведь до меня там в основном рулили профучастники. Моя была задача как раз повернуться в сторону инвестора и сделать рынок доступный для всех. То есть мы выстраивали все отношения и пытались объяснить профучастникам, что, ребята, если вы будете давить инвестора, то вы с этого ничего не заработаете. И, собственно, потом так и получилось. У нас достаточно крупные были МНА после этого в середине двухтысячных. И все, кто проповедовал иной философии, они очень сильно потеряли на стоимости своих финансовых компаний. То есть это правда. То есть, да, у нас был, конечно, инвестор поставлен во главу угла. И инвестор как активный участник фондового рынка. То есть и в этом смысле я считаю, что да, так сказать, это либернальный подход, потому что профучастники это все-таки обслуживающие инвестора звено. И они смогут жить, если инвестор будет нормально жить и нормально, так сказать, развиваться. Собственно говоря, и во многом поход наверх фондового рынка 2007 года, он и был с этим связан. То есть то, что мы в начале двухтысячных затеяли, это продолжало, так сказать, действовать вот до 2007 года. Там, конечно, негативно очень сыграл ЮКОС и потом изменение отношения к правам собственности, что, в общем, это не вопрос регулятора, это уже более широкий вопрос, который на состоянии стоит, и он, конечно, мешает. Дачный инвест-стрим Яна Арта в прямом эфире. Подводим итоги половины 2021 года и строим планы на будущее. Основные тренды, на которые стоит обратить внимание. Инфляция, доллар, золото, нефть, аграрные фьючерсы, действия центробанков, американский рынок, прогнозы, курсов рубля, доллара, золота, нефти и биржевых индексов. Задайте свой вопрос Яну Арту в прямом эфире на Финверсия ТВ 6 июля в 17.00 по Москве. Субтитры создавал DimaTorzok